Приветствую вас. Свой ответ я, наверное, сделаю таким несколько аспектным и постараюсь рассмотреть все основные моменты вашей ситуации. Первая ситуация касается, как это ни странно, того, что вас набрали дочь. Вне зависимости от того, какие у вас отношения с мужем, вне зависимости от того, что вы делали, как вы себя вели и так далее, ваш муж не имел никакого права забирать вас с ребенка. Просто потому, что ребенок, ну, все-таки должен быть с матрией. То есть, без вашего согласия, муж не имеет права лечить вас взаимодействие с ребенком. И вам необходимо либо поглазить ему, чтобы он дочь вам вернул, конкретно про дочь, пока речь идет, либо обращаться за лечить только в судебные органы, в правоохранительные органы, чтобы вам дочь вернули. Еще раз покажу, никто не имеет права вас дочь забирать. Что бы вы там ни делали, какие бы вы ошибки ни совершали, дочь должна быть с вами. Это совершенно однозначно и, еще раз повторю, не зависит от каких-либо моментов, связанных с вашими отношениями, с отношениями между вами. Это первый аспект был. Теперь аспект второго плана, по поводу измены. Понимаете, вот вы говорите, я хочу вернуть своего мужа, и я хочу вернуть, собственно говоря, их обоих. То, что вы хотите их вернуть, это хорошо, это здорово. Но понимаете, ваша измена была не один раз и не два раза. И, значит, если вы это делали, значит, вы в этом нуждаются. Значит, у вас с мужем не есть какие-то проблемы. Проблемы, которые вам нужно решать. Проблемы, которые как раз таки заставляют вас изменять. И до тех пор, пока эти проблемы решены между вами не будут, до тех пор, пока вы для себя сами хотя бы не определите причину, по которой вы изменяете, до тех пор, пока вот этого момента у вас не будет, то, к сожалению, нельзя говорить о том, что возвращать вашего мужа к вам и вообще в семью имеет смысл. Потому что те обстоятельства, которые подвигли, условно говоря, вас на измену, да, они будут. Они будут. Они будут. Они никуда не уйдут. Они не исчернут. Они будут с вами. И вы оказываетесь в зоне повышенного риска, риска опять совершить измену. И не потому что вы в этом виноваты. Вот вы говорите, что это произошло по моей вине и так далее. А вот на самом деле вы не виноваты в том, что произошла измена. Измена явно произошла по той причине, что вы не получали от своего мужа того, что хотели, того, что вам нужно. Вы не получали этого от него. И значит, измена была направлена на реализацию ваших желаний. И эти желания в первую очередь реализует, восполняет ваш муж. А он этого не делает. И из-за этого вы изменяете. Условно говоря, и говоря простым языком, вам чего-то не хватает. Вам не хватает каких-то элементов, моментов в своей жизни. И вот с этим нужно разбираться. Чтобы вы, вне зависимости от того, как случится ваше отношение с мужем, чтобы вне зависимости от этого вы учились или, может быть, позволяли бы себе, я вот не знаю, правильно выражать свои желания. Давать мужчине, ну, не важно здесь, в данном случае, не важно, какой это мужчина, то ли это ваш, например, муж, а может быть, это другой мужчина будет. Не важно, чтобы вы давали грамотно мужчине понять, что вам чего-то не хватает. Мужчина не телепат. И понять, что нужно женщине может, к сожалению, далеко не всегда. Это, на самом деле, второй важный аспект. То есть, не винить себя за то, что вы совершили измену. В этом вы не виноваты. Ну, виноваты вы лично в том, нечете ответственность, точнее вы, за то, что не поставили мужа в известность относительно своих желаний. Это да. Вот в этом ваша соответственность есть. Но не то, она обусловлена тем, какие у вас с мужем отношения. Так что свои желания и мотивы, которые привели вас к измене, вам нужно разобрать и, собственно, либо донести тому же, что эти желания нужно реализовывать, помогать вам реализовывать, удовлетворять вас, либо вы окончательно расходитесь. Пытаться вернуть мужа в семью, не отдавая себе отсчетов в том, как получилось так, что вы, ну, по сути, три раза изменили, да? Ну, вы говорите один раз. Раз, два, три, два раза просто переписки. Это нужно разобрать. Без этого разбора семью сохранять смысл не имеет. Ну и, наконец, последний, третий аспект. Последний, третий аспект касается того, как вам себя вести с мужем, чтобы его вернуть. Здесь важно сказать одно. Но это очень важно и это прямо ключевой момент. Дело в том, что вам нужно показать своему мужу, что вы изменились. Вам нужно показать своему мужчине, что вы стали другой. Это не происходит в одночасье. Это не происходит за один или два дня. Да и даже за неделю это тоже не происходит. Нужно куда больше времени для того, чтобы мужчина увидел, убедился в том, что вы действительно стали другой. И для этого вам нужно это ему показать. Для этого необходимо доносить до мужчины, знаете, как доносить, ненавязчиво доносить, так, знаете, постепенно, якобы случайно показывать ему, что вы стали другой. Но, естественно, необходимо выразить ему свои намерения. Выращение намерения – это очень важный момент. То есть необходимо сейчас дать ему возможность остыть. Необходимо сейчас дать ему возможность побыть одному без вас. И необходимо дать ему, как раз таки, шанс самому осознать какие-то для себя вещи. Хочет ли он быть с вами? Понимает ли, что ответственность за произошедшее лежит не только на вас, но и на нем? То есть здесь главное не спешить. Здесь главное не давить на человека, не требовать от него того, что он вам сейчас может быть, дать не может. Вам нужно спокойно показывать ему, что вы изменили. Как? Это уже зависит от предпочтений самого мужчины. То есть чего он хочет, что ему нужно и так далее. Но и вы, еще раз повторю, вам очень нужно заявлять о своих желаниях. Если вы не будете этого делать, если вы не будете заявлять о том, чего вы хотите, то измены будут повторяться вновь. Просто потому, что желания-то они никуда не деваются. И вы, я надеюсь, это понимаете. Ваши желания-то, они все равно остаются с вами, они будут с вами. Они нас будут давать аж без нас. И вам нужно как раз таки вот этот момент для себя понимать как можно лучше. Что без донесения до мужчины своих желаний, без донесения до него того, чего вы хотите, не получится построить нормальную, хорошую, адекватную семью. А главное, не будет доверия между вами. Потому что мужчина все время будет опасаться того, что вы вновь ему, например, измените. Его опасения действительно обоснованы. Его опасения действительно имеют, так сказать, право на жизнь, да. Они имеют право на жизнь эти опасения. Но проблема заключается в том, что этих опасений не будет, если вы позволите мужчине понять, если вы дадите мужчине понять, что вам нечто нужно. Вот вам самой что-то нужно от него. И из-за этого, из-за того, что вы не получали то, чего вам нужно, и произошла, собственно говоря, измена. И вот если вопрос станет так, то станет ясно, готов ли ваш мужчина, ваш муж работать над отношениями с вами. Готов ли ваш муж что-то делать для отношений с вами? Готов ли ваш муж как-то менять что-то в своем поведении и в отношении с вами? И если нет, то тогда не имеет смысла такую семью стремиться сохранить. Если вы все равно продолжаете это делать, то можно говорить о наличии у вас любовной зависимости, и тогда уже нужно прорабатывать с вами именно ее любовную зависимость. То есть, по сути, стремление реализовать свои желания через вашего мужа. Это неправильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok